Российское историческое общество и Фонд Истории Отечества при поддержке Фонда Президентских Грантов провели конкурс краеведов, работающих с молодежью. Прием заявок от участников конкурса, учителей школ, педагогов дополнительного образования, работников учреждений культуры, представителей общественных организаций завершился 1 августа 2020 года. Проект прошел второй год подряд, теперь его география увеличилась более чем в 8 раз. Региональные экспертные советы были созданы в 45 субъектах нашей страны во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. Одними из наиболее активных в Сибирском федеральном округе стали краеведы из Новосибирской области. Действительно, этот конкурс интересен тем, что давно не было поддержки краеведческой работы на федеральном округе. Вернее, проекты отдельные, конечно, поддерживались, именно как проекты. Здесь персональная поддержка, то есть личная ответственность краеведов за данный конкурс. Поэтому проведенный конкурс, он в итоге носит еще такую коммуникационную функцию. То есть мы больше узнали, сколько у нас людей занимается краеведческой работой, чем конкретно, кто занимается в каких-то населенных пунктах. И это действительно очень важно для уже именно регионального. Привлечением, отбором и рассмотрением заявок занимался региональный экспертный совет. Музей города, областной краеведческий музей. Соответственно, они оповестили уже региональные районные музеи, музей в населенных пунктах небольших. И областная библиотека, которая также связалась с местными библиотеками. Через вот такую сетевую структуру и прошло оповещение данного конкурса. Сознательно пошли на то, что эксперты конкретно по каждой заявке друг с другом не общались. То есть эксперты работали независимо друг от друга. Понятно, что какие-то общие вопросы обсуждались, но не по конкретной заявке. То есть была независимая оценка. Критерии, по которым проводилась экспертиза заявок, они, собственно говоря, были рекомендованы координатором от Российского исторического общества. И по этим критериям каждый из экспертов ее работает. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Татьяна Графимова. Я сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея. Наш музей, который в этом году отмечает свой вековой юбилей, посредством своих обширных коллекций, приоткрывает завесу тайны в истории нашего региона, начиная с самых древних времен. Научно-просветительный отдел, который я выражу, занимается в первую очередь тем, чтобы посетителям, которые приходят к нам в музей, было максимально интересно узнавать увлекательные факты и истории из жизни нашего города и области. Многие краеведы и экспертные жюри подчеркивали, что подготовка к конкурсу позволила участникам систематизировать и структурировать реализованные проекты. Большое влияние этот конкурс оказал непосредственно на самих участников, потому что в процессе составления заявки, заполнения формы, они, по сути, произвели смотр своих достижений, в правильном направлении двигаются, все сделано. Поэтому непосредственно для участников, я думаю, значение этого конкурса очень большое. В плане такой своеобразной ревизии своей деятельности, что они сделали, что еще не сделано и так далее. Конкурс краеведа, работающих с молодежью, позволил не только проанализировать уже реализованные проекты, но и продемонстрировал перспективные направления для дальнейшей работы. Пожалуй, самое главное впечатление – это то, что какая огромнейшая плодотворная работа проводится на местах, то есть небольших организациях, небольших населенных пунктов. Особенно, если мы говорим о небольших библиотеках, школах даже, большое внимание уделяется, например, локальной истории, зачастую семейной истории. То есть, собственно говоря, та историческая традиция, идущая снизу, которая должна уже потом расформироваться, как из многих ручейков, когда вернуется Большая века, как история Отечества как раз возникает из вот таких небольших, казалось бы, семейных историй. И действительно, работа ведется очень хорошая, очень большая, много было сделано и сделается в плане локовечения памяти Великой Отечественной войны. Ну, здесь, собственно говоря, практически каждая семья задействована, поэтому здесь огромное поле для деятельности. Ну и плюс юбилейный год, он, конечно, активизирует деятельность в этом плане. Пожалуй, да, это самое главное впечатление, и очень сильное впечатление о том, что краеведные места делают очень большую и нужную работу. По итогам первого регионального этапа были определены финалисты, которые получили приглашение принять участие во Всероссийском фестивале «История малой Родины. История Отечества». В ходе этого этапа прошла презентация работ перед федеральным жюри и распределение первых, вторых и третьих мест между краеведами в рамках каждого региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова